И привет всем, с вами Рун и Сергей, и я сваливаю, сваливаю отсюда нахрен. Я приехал в Москву. А зачем? А потому что из Санкт-Петербурга самолеты не летают в Лондон. Подорчу тут, встречу знакомыми, проведу пару консультаций и поеду в Лондон. И, конечно, хотелось поблагодарить ребяток из Авиасейлс, потому что, блин, он билеты купил за 130 евро. За 130 евро, там такси дороже в этом Лондоне. Так что спасибо, ребят, что помогли с дешевыми билетами. Понаяхали тут в Белокаменную. Так, короче, оказалось, что фунт купить-то не так уж и просто. Сбербанк зашел еще, блин, перся до него 20 минут. А там только 85 фунтов. Ну, хоть что-то купил, блин, курс вообще жесть. 73 или 74 рубля за одну, блин, маленькую бумажку. Точнее, за один фунт. Это, конечно, нереально. Россия катится куда-то в какое-то дерьмо. Все дороже и дороже. И, походу, надо повышать цен на тренировки. Так, и что у нас здесь Сережа жрет? Оп, грудочка. Грудочка и блинчик, что ли, это? Че это такое? Хрень какая-то. Так, а что же у нас ест Ромка-то? А, что у нас ест? Ого. Диета. Диета битнес-моделя. У меня своя диета. Так, а, короче, Ромик решил меня угостить. Насколько мы пожрали? Оп. На бесплатно. Надо было, блин, заказывать-то подороже. Взял курицу, блин. Надо было брать этот тартар там из лососей. Короче, ладно, давайте у Роми, у Ромик у нас тут спросим у него пару вопросов каких-нибудь. Ромик же у нас, че, фитнес-модель снимается в реалити-шоу во всяких. Вот, и он, короче, крутой парень-то, да? Но давай, Ромик, расскажи, где был Бумбий. Лучше не знать, где был. Ну давай, расскажи, где последняя. Последняя поездка была в Лос-Анджелес, Паум-Спрингс, Сан-Франциско и Колумбия. Круто. Как в Колумбии кокс. Частейший. Дешево стоит? Ну, как мука у нас. Как артеид. Вот почему там все сухие, потому что они сушатся на муке колумбийской. Да, че еще спросить-то у тебя хорошего? Че, долго в Москве ты будешь торчать? Надеюсь, еще недельку и полечу в Мексику, потом в Лос-Анджелес и Австралию. Вот, вот такие вот, ребятки, дела. Мне просто зачастую приходят вопросы такие связанные. Пинко, пожалуйста. А? Пинко? Давайте снимем пинко на Роман. И зачастую вопрос-то приходит ко мне. Сколько фитнес-моделей-то зарабатывает? Я уже вроде на него отвечал. И что? Фитнес-модель в России ни хрена не зарабатывает. Вообще ничего. Какие-нибудь, может, говно-трусы можно порекламировать за трусы. Просто за трусы. Даже денег не заплатят. Ну ладно. Еще и трусы попробуй заработать. Еще и трусы придется отдать потом и постирать. Короче, фитнес-модельные дела в России никак не развиты. Так что, если вы решили стать фитнес-моделью, то надо быть очень крутой, как Ромик. Да? Нет. Смущал. А, засмущал. Так, ну что, как там? Идут бабло-то какое-нибудь? Жить-то можно вообще на модельные дела? Не жалуюсь. Жить можно. А есть ништяки какие-нибудь? Шмотки там, не шмотки. Отдых. Ну вот отдых, я понял, что есть. Ну и шмотки. Или ты сам покупаешь? Ну, конечно, сам покупаю. Это еще рано об этом говорить. Еще, короче, не до роста. Еще зеленый. Ну еще, скоро все будет. Скоро начнутся куча бабок, куча... Контракты, миллионы. Ну, надеюсь. Чигабаны, Люксачи. Если влезешь, если влезешь. Такие стретчи вы надо брать. Да. Так, ну, короче, жить можно, да? Не, мне тяжело приходится жить, потому что... Валить уже, Серега. Потому что за, сейчас скажу, за последний месяц на фитнес-модельных делах я заработал 0 рублей. Ни хрена не заработал. Так что, ребята, не пишите мне глупые вопросы, как стать фитнес-модели. Да никак. Накачался, фоткайся у всех, у кого возможно. И может быть, может быть, ты попадешь... Да никуда ты не попадешь, не надейся даже. Взял и обломался. Ну, как так можно? Ну, не, не. Если, конечно, упереться лбом и искать какие-то... Ну, то есть в любой сфере нужно просто знать, как, что и двигаться в этом направлении. А если искать, ну, как стать, как, что вы делаете везде, ни хрена не будет. Так что двигайтесь, и может у вас все получится, как получилось у Ромика. Да, у Ромика в Инстаграме чуть больше народ, чем у меня. Ну, иногда тебе, ага. Короче... Взаимные лайки и подписки. Да, да, да. У Ромика 75 косарей подписчиков, а у меня 25. Короче, в три раза разница круче. А в России-то моя рожа более любита, чем его. Успех же не в этом. Да, потому что Ромик у нас популярен больше за рубежом. Вот такие дела. Что, будешь на соревнованиях-то на каких-то выступать? Этот вопрос мне часто задают. Я не знаю. С моим образом жизни, поездками, это очень тяжело вообще соблюдать тело. Я люблю пожрать. Я люблю очень пожрать. Блин, сегодня кто не любит пожрать? Я тоже очень люблю пожрать. Максимум мне хватает на месяц сушки, и потом, прощая пресс, он ходит спать. Да ладно, у тебя не так все печально. Не переживай. Спасибо. Все время, все время у тебя есть пресс, и даже когда ты выкладываешь свои жирные фотки, я думаю, блин, ну вот это нормально жирные такие. Мне бы таким жирным быть. Я таким жирным шансом соревнованиям поеду выступать. Ай, ладно, короче. Ну что, пожелаем Ромику удачи, и что, не знаю, что. Увидим, наверное, еще его когда-нибудь, да? Да. Когда в России еще будешь? Весной. Весной? Ну, может, я приеду куда-нибудь там, в Америку, может. Ребята, скидывайте деньги мне на билеты в Америку, чтобы я в контейнере не ехал, чтобы я через мексиканские границы не перебегал. Вот на этот счет. Ты, ты смотри, сейчас все деньги снимут с твоей карточки, а то вот, а эти аферисты могут. Ну ладно, что, попрощайся с ребятками. Всем пока, и... Удачи Сереге в Лондоне. И удачи Сереге в Лондоне. Так что, увидите, что там будет в Лондоне дальше. Приключения продолжаются. Масл модулы. Вот так, ребятки, приходится заряжать. Айфон-то сдох. Вот, нашел зарядочку. И сижу тут, как бомж, заряжая его. Все люди смотрят, кидают мелочь мне. А дальше поехали в Лондон. Так, ребятки, смотрите, кого я встретил. Ребяток, ребяток вот этого жирную свиньё. Теперь он жирный. Я нет, а он жирный. Как кип лук. Как кип лук. Как я там, как это. Кип лук. Ребятки с видного, которые помогали нам. Ну, а это пидбайк Раша. Пусть тоже, да, тоже пропиарить. Раша, покупайте мультики. Маленькие. Маленькие мультики. Если на большие денег нет, покупайте маленькие. Гонять хотя бы на каких-нибудь. Ну, что, я в аэропорту. Надо будет пройти скоро регистрацию. Есть пару предложений Серёге, о которых... Он даже не догадывается. Он даже не то, что не догадывается. Да, они пришли, когда я ел идея. Ты меня выплюнул. Когда я жрал 8-й торт, мне пришло 16 тысяч идей в голову. Так, поехали, бургеркин. А на Дядь Серёжном канале-то 25 тысяч, может, уже 26 тысяч подписчиков. И ребятки... Ребятушки. Ребятульки. Ребятушки. Не-не. Ребятушки. Ребятушки троллить меня в реальном времени, блядь. И ребятки мне уже Шереметьево пишут. Говорят, Серёг, ты через Шереметьево летишь? А то давай мы тебе сделаем отдельный флот. Бесплатный этот. Ну, короче, всё по... Вип-вип, короче. Вип-персон у тебя проведём. Так приятно. Вот жаль, в Домодедово никого нет. Так что, ребятки, с Домодедово... Скажи, что Гошан, если бы был в Домодедово, он работал. Если бы Гошан работал в Домодедово уборщиком, как два года назад. Я бы тебя показал на этой штуке. Бесплатно совершенно. Я получил бы море эмоций. Так, и что тут у нас Гошан жрет? Он с собой взял контейнер, как обычно. Все нормальные парни, здоровые. Рис, вот он. Ведущие здоровый образ жизни берут с собой контейнеры в любое место. И вот она. Вот, что он жрет. Вот, вот, вот она. Что это? Что это? Обрал. Это настоящая гея. А, вот и шумит. Это Гоша, ребят. Это Гоша. Узнали его. Он сошёл с ума сегодня. Что к ним происходит? Он всё жрет. Гошан, пресс-то покажи. Есть пресс-то? Пресс? Покажи пресс-то. Ну, покажи, чё? Покажи. Ну, а, мангад встали мы уже пятый приём пищи. О, и нормально. Пресс-видим. Пресс-видим? Нет, реалифика. У что, пресс-ушечек у меня сейчас там? Так, мы тут с Гошаном посовещались. Он за бургерами, капучино и всяким дерьмом. И, короче, мы решили... Чё решили-то? Давай. Короче... Мы летим. Мы... Да, и Лигуа выбирать страну. Короче, у нас есть идея. Мы берём с Гошаном ещё каких-либо людей и едем на три недели, не зная, что будем там снимать. Трансформацию, не трансформацию. А веселуху, качалку. Это тай, не тай. Это, короче, тёплая страна. Две-три недели, да? Да, две-три недели. Лучше... Ну, это или Малая Азия, да? Таиланд, Индия. Или Антарктида. Муркута. Выбирайте, пожалуйста, помогите нам с выбором. Куда нам поехали? Давай, короче, по факту чушь какую-то, муку несёшь. Короче, едем... Едем в тёплую страну на две-три недели. Что? И, короче, кто хочет подписаться, подписывайтесь, пишите в личку, будут думать. И это ориентировочно в конце января, в начале февраля. Три недели. Или в начале фитнес-кор, куча моря, позитива, тренировок, жратвы, веселуха, тёлок. Как мы его назвали, тёлок? Спортзал 2. Спортзал 2. Найди свою бицюлю. Спортзал 2, это всего 2? Спортзал 2. Тогда надо тёлочек. Надо тёлочек по-любому в спортзал 2. Только не жирно. Нет, нет, нельзя жрать. Отправляем тебя на чужбину нерусскую. Парень ты красивый, отдаём тебя в руки чужие. Мы благословляем тебя. Спасибо. По велению сердец россиян. Спасибо. Повеселись там за нас все. Говорят, мужиков там у них нет, ты там... Покажи, что они тут есть. Русские. Русские здесь. До свидания, наш ласковый... Так, ну всё, ребятки, поехал в Лондон. Смотрите, какая очередь огромная. Так, ребята, квест продолжается. И непонятно, куда Артур меня посадил. Какой-то вагон тут люди. Мы куда-то едем, сиденья. А здесь что? Пустота. Для гопников купчинских мест. Так, ребят, квест продолжается. Нам надо доехать... До Лондона Виктории. Сергея Миронов. Сейчас, короче, Артурчик последние деньги свои потратил, чтобы меня встретить. Красавчик какой, да? Пять месяцев не работал, а Миронов встретил. Вообще молодец. Чего ты пять месяцев-то делал? Хоть бы на работу устроился. Я как бы учился и занимался активно. Ну, не отстывал, короче. Молодец. Русский человек. Русский человек в Лондоне. Чего вам много-то не надо? В Макдональдсе картошечку собрал. И все. Покушал. И в зал сходить. А, и что, багеты? Да, говно всякое. Говно всякое. Ты можешь. Так все равно еще. Не, мне можно уже загружаться с бородов. Чем угодно? А? Чем угодно? Ну, углеводиками сухими какими-нибудь. Блин, круто вообще. Вот круто, только ни хрена не знаешь. Как тут жить можно без языка? Ребятки, билет стоит 15 фунтов. 15 фунтов, это ж, блин, сколько бабок. Это на 75 умножаем все это. Оп, как кинуть сюда? Все верно? Спасибо, дружище, спасибо. Помог мне в красном пиджаке. Красавчик какой. Где вот так поможет? О, Россия. Пьяная. Не туда, да? Сейчас бы не туда уехали. Приехали бы в Германию куда-нибудь. А, мы с ним уже 3 минуты. 3 минуты, бежим. Квест продолжается. Так, квест продолжается. За огромные бешеные бабки мы едем на поезде, на котором должны быть золотые сидения. И нет их. Зато есть стол. Поехали. Кстати, здесь тепло. Градусов 12 по сравнению с Питером. Артур говорит, был 20-й. И солнце. Лондон вообще это тот же Питер. Только что круче, теплее. И в Макдональдсе здесь получают в 2 раза, в 3 раза больше, в 4 раза больше. Так что все срочно в Макдональдс. Все в Лондон едем. Работать в Макдеке. И, ребятки, квест продолжается. Время уже 12, блин, с хером. По лондонскому. Это по Питерскому. 2 часа ночи вообще. Я уже давно хочу спать. Во-первых, нету вот такой розетки. Телефон сел. Мне никому не позвонили. Пришлось ее искать. И, слава богу, нашел, купил. Подзарядил чей телефон. Подошел вот к этим таксистам. А они, знаете, что хотят? 60 фунтов. 60. Умножаем на 75 и получаем охрененную цифру. Я вот с такие бабки пешком буду ходить. Я велик угоню и поеду на нем лучше. С такие бабки. 65 фунтов. Пешком буду ходить. Хоть я жир свой зажгу, может, немного. Вон, Артурчик уже думает, блин, когда Серегу уже свалит в этот свой... Я прокладываю дорогу сюда. Он прокладывает мне дорогу. И, ребятки, квест продолжается. И мы где? Мы в метро. В знаменитом этом underground. Или как он, да, называется? Underground, да. Короче, хер купишь карточку, если не знаешь ничего. И еще там, блин, столько надо понажимать. И еще надо, ну, короче, вообще жесть. Надо столько мозгов. Тупой качок никогда не купит карточку. Он просто перепрыгнет и побежит. И плюс еще линии же столько. Это не в Питере, блин, пять линий. Вот так вот, там, четыре. Или в Москве десять. Тут непонятно вообще ни хрена. Это чертов Лондон. Я уже терпеть его не могу. Это Лондон. Я только приехал. Я не могу доехать до дома. Уже прошло, блин, два часа. Я не могу доехать. Здесь розетки дурацкие. Все тут дурацкое. Люди по-русски не говорят. Ладно, что, смотрите дальше. И вот, хобби. Хобби у нас на ровке много. Огонь. Огонь. Артур не только качок, а фанат Миронова. Ты, короче, вот как ты деньги зарабатываешь. Ты дуришь людей. Да? Как она весится. Может, тебе надо пойти было в Эльзин? Весить вообще? Да, это самое. Кого? Физинок. Ты не знаешь, я пробовал? Нет, физинок. Есть, я пробовал, играется. Нет, такая не играется. Там, вот, давай, карты. Сколько денег, кстати, много зарабатывать? Ну, так как у нас нет, не очень. Не много? Не. В России много, там ничего зарабатывать. Ну, тут, если чего, да. Да, вот так вот. Невышно. Невышно, надо это бульдо. Это какие-то нормальные тарты? Да, обычные. Обычные? А что мне так не выходит? Я не знаю. Шестерка? Да. Не, шестерка. Наебочка. Что? Да. Наебочка. Шарлатан, значит много получился, увлекался этим, нет? Пять лет. Пять лет? Карта? А качаешься сколько? Два. Полтора-два. А, то есть ты покруче в карту сейчас качался, да? Ну, хуй знаю, надо сейчас Майфер снять, я сейчас покажу, может, ты на Мускулмогу поедешь. А то я жирный, а ты поедешь. Выиграешь, может, чем-то. Посмотрим, да? На фитнес, да? На фитнес, да? Как ты сказал, на Мускулмогу надо витаминки. Витаминки не для роста ноль заряжаться. По-любому. Либо быть одному на миллион. Улетело. Скажи там. Да. Как-то так. Потом покажи фокус. Ну ладно. Круто. И, ребятки, приключения Маслмогу продолжается. Уже время час тридцать или сорок уже. По питерскому это три тридцать или сорок. Я ничто не добрался до своего места обитания. Короче, жесть, такие тут прикольные домишки. И народу нет. Бывают какие-то попадаются черные парни. И, короче, ну так, немного непривычно, стрёмно что ли. Да? Чё тут? В каком райончике не стоит находиться? В Брикстоне. В Брикстоне не стоит вечером делать ничего. Потому что там собираются африканские парни. Сейчас можешь сказать, что если никого нет, что тут рядом. Да? Не страшно. Да. То есть здесь, короче, в Лондоне нельзя говорить негры. А то как, блин, забьют. Здесь вообще очень-очень-очень много разных людей, национальностей, необычных, геев, арабов, всевозможных людей. Кого только тут нет. А вот и я тут ещё. Теперь. Такие дамики уютные. Интересно, а ща она видит, там снимает или ей очень темно? Короче, идём. И у нас второе, я и герой в говноблоге в моём. Пау, пау, пау диле. Чё это значит? Три пончика? Шенажёрки цивильные, Лондон. Огромный, 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 огромный. Это метро здесь? Прям метро, метро. Такие двери, смотрите, откроются. Есть русские девочки. Китайцы, и всё по-китайски. Так и всё, жизнь у неё удалась. Ну, когда я попробую посниму, мы вспомним. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok